Я очень рад вас всех видеть. Вы рады быть сегодня в церкви? Аминь. Хотел бы поделиться сегодня с вами словом. Это всегда большая ответственность делиться. Большая ответственность стоять здесь, на этом месте. Поэтому хочу просто все отдать в руки Божьей. Это слово, которым хотела поделиться. Было обрешено ко мне. И это замечательно. Потому что оно помогло мне задуматься. Бог говорит по разным причинам. Он хочет нас поддержать своим словом. Он хочет направить нас. Хочет, может быть, обличить. Открыть что-то новое. Или попросить нас задуматься, глубоко задуматься над чем-то. Иногда одно и то же Слово Божье может все это сразу сделать. Божье Слово настолько обширное, что это просто нам не понять. И Господь, давай мне это Слово. Я верю, что Он хотел, чтобы я задумался. Я думаю, что Он хочет, чтобы каждый из нас задумался. Не просто один раз услышал, подумал, да, нет, нет. Но чтобы глубоко задумался. Мы дети Божьи. Мы христиане. Мы призваны быть в этом миру светом. Мы призваны быть солью для этого мира. И один из аспектов этого. А я думаю, что один из самых главных аспектов этого. Это то, как я себя веду. То, какой я пример показываю другим. И не обязательно только верующим. И не обязательно только неверующим. Но и верующим вокруг меня, братьям и сестрам. Задумывались ли вы когда-нибудь? Какой пример я подаю? Это хороший вопрос, который мы можем себе задать. Очень хороший. И другой пример, другой вопрос, который исходит из этого вопроса. Могут ли с меня взять хороший пример? Не потому, что я вот такой хороший. Не потому, что я такой замечательный христианин. Пожалуйста, посмотрите на меня. Не поэтому. Но потому, что я, все, что я делаю, я хочу делать из любви Божьей. Потому, что я стараюсь любить. Потому, что я хочу явить Христа. Могут ли окружающие меня видеть во мне Христа? Это вопрос, который, я думаю, Господь хочет, чтобы каждый сам себе задал. Можут ли окружающие меня видеть во мне Христа? Могу ли я сказать, как сказал апостол Павел? Он это написал. 1 Коринфянам 11.1 Будьте подражателями мне, как я Христу. Лично я так сказать не могу. Я не могу так сказать. Потому, что я уверен, что я не всегда поступаю по любви Христа. Я не всегда являю Христом. И если я так не поступаю, то я очень прошу вас, не подражайте мне в том, в чем я не подражаю Христу. Потому, что если после разговора со мной кто-то, может быть, остался раненым, если я не явил любви Христа, пожалуйста, простите меня. И не подражайте мне. Подражайте мне только в том, в чем я подражаю Христу. Но если я поступаю по человеческой любви, какую бы форму эта любовь не принимала, которая, но это не та любовь, которая двигала Христом. Поступки по человеческой любви будут основываться на моих эмоциях, будут основываться на моих желаниях, будут основываться на моих потребностях, будут исходить от моего эгоизма. Если я хотел явить Христа, то такие поступки не являют Христа. Если поступки по любви Агапы притягивают человека ко Христу, то поступки по человеческой любви они отталкивают. И они отводят. Они отводят. Они вводят в смущение. Первое Коринфлим 13.1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кинвал звучащий. То есть, если мои слова не исходят из любви Агапы, они как медь звенящая или кинвал звучащий. Я когда прочитал это слово, я задался вопросом. Почему кинвал? И найдя это слово, оно очень часто употребляется в Писании. И этот инструмент звуковой, музыкальный, который был использован в прославлении Бога. Второе Царство 6.5 А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях. Из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кинвалах. Это были инструменты прославления Бога. Почему же здесь кинвал сопоставляется или ставится наравне с пустым звуком, с медью звенящей? Почему это символ compared to a sound of an empty chime? Все знают, что это кинвал? Это музыкальные тарелки. Это как музыкальные тарелки. Я думаю, что если использовать этот инструмент вместе с остальным оркестром, он добавляет свою красоту. Но если он используется сам по себе, наверное, это просто шум. Это не притягивает. Он, может быть, наоборот, надоедает. Может, поэтому Бог ставит его наравне с медью звенящей. Это просто шум, который режет ухо. Тоже на так же слова, которые, или поступки, которые не выходят от любви Агапы. Если я постоянно поступаю по любви Агапы, постоянно в перемешку с поступками по душевной или по плотской любви, ставлю ли я под сомнение любовь Агапы? Нет. Потому что написано в 1 Иоанна 4,16 Бог есть любовь. Любовь Агапы от этого не меняется. Но под сомнение я ставлю мои поступки. Можно сказать, что я становлюсь преткновением на пути следования за Богом для тех, кто берет с меня пример. Для тех, кто видел во мне любовь Агапы, для тех, кто видел во мне Христа. Римлян 14,13 не станет уже более судить друг друга. А лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я ставлю под сомнение, поступая так в перемешку делами от любви Агапы и делами поступками от своей человеческой любви. Я ставлю под сомнение все, что я делаю от любви Агапы. Под сомнение попадает, наполнен ли я любовью Агапы. Я могу себе представить, наверное, как смущен будет человек. Как запутан будет человек. Спутан будет человек. который брал с меня пример, потому что видел во мне Христа. Он видел во мне любовь Агапы. А потом видит меня поступающим по душевной любви. Я думаю, что человек, если более взрослый, взрослый, наполненный Агапы, сможет понять, это будет тяжело, но я думаю, наполненный любовью Агапы, он сможет понять, что это был момент моей слабости. Это был момент, когда душа взяла верх надо мной. и поступок был от моей человеческой души. Действие, слово, это исходило от моей несовершенной любви. Очень хочется надеяться, что такой человек будет молиться за меня, чтобы Господь помог мне увидеть, что мною было совершено упущение. Была дана слабинка душе или плоти. Будет молиться за меня, чтобы Господь помог мне осознать и победить и продолжать возрастать в любви Агапы, чтобы я постоянно в ней находился. чтобы я постоянно был в победе над своей душой и плоти. Но человек, который еще в более младшем возрасте, как в Библии описывается младенческий возраст, юношеский, детский, тот, кто еще не силен в Господе, тот, кто еще не наполнен любовью Агапы, ему будет гораздо сложнее. Особенно, если мое душевное поведение коснулось его лично. Может быть, даже ранило его. Как ему определить? Подражать мне дальше или нет? Потому что раньше он брал с меня пример. параллель здесь можно провести ситуации в семье. Когда, скажем, родители ругаются, кричат друг на друга. И дети это видят, будут поступать точно так же. будь то с родителями, будь то с другими людьми. Потому что они увидели это на примере своих родителей. Для них кричать будет абсолютно нормально. Матфей 5, 19. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царости Небесной. А кто сотворит эту заповедь и научит, тот великим наречется от Царости Небесной. То есть, когда я нарушаю заповедь любви Агапы, хочу я того или не хочу, я подаю пример. Особенно если во мне люди видели Христа или видели во мне любовь Агапы. Можно сказать, я учу их своим примером. И если я не проявил Агапы по отношению к жене, скажем, в присутствии детей, больше всего страдают дети. Так как им всего сложнее, сложнее всего будет понять. Как любовь может быть такой грубой? Как любовь может быть такой неуважительной? Если возьмем других взрослых, которые видели ту же самую ситуацию, видя такое поведение, и они осознают, что это неправильное поведение. Это не решение проблемы так друг с другом разговаривать. Они не будут следовать этому примеру. Вот чем отличаются взрослые от детей. давайте посмотрим на Христа. Тот, за кем мы хотим следовать и кому мы хотим подражать. Те, кто встречались с Иисусом, было две группы людей, можно так сказать, которые встречались с Иисусом. Одни были исцелены Его Словом. Не обязательно физически, душевно, может быть, духовно исцелены. Подкреплены, наполнены надеждой, наполнены радостью, потому что шли к Нему с открытым сердцем. И они слышали такие слова. И я не осуждаю тебя. прощаются тебе грехи твои. Другая группа людей, они были более ошеломлены Его мудростью и спокойствием. Потому что они шли с лицемерием. Они шли, чтобы уловить Его, поймать Его как-то на слове. И они получали свое обличение. И они сами уходили уловленные и пойманные в слове. Но знаете, что Иисус продолжал их любить. Он продолжал их любить, и когда нужна была нужда, Он с любовью относился. Матфей 23, 13, 14. просто напомнить, что Он говорил фарисеям, книжникам, начальникам, что Он им говорил. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царствие Небесное человеком, ибо сами не входите, и входящим войти не допускаете. горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем более большее осуждение. Но когда пришел один из начальников синагоги к Иисусу, Марк 5, 22, 23, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидев его, падает к ногам и усиленно просит его. Говорят, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус не отказал ему. Он на тот момент даже не сказал ты фарисей, книжник, лицемер, горе тебе. Он просто пошел, помолился и благословил. так как поступать? Как поступать тем, кто брали с меня пример? Как им разобраться, как разрешить это смущение? Они запутались, они не знают, брать с меня пример дальше или не брать. Потому что они видели во мне любовь Агапы. А потом видят меня поступающим по душевной любви. И решение одновременно простое и одновременно тяжелое. И оно аналогично тому, что должно произойти в семье с родителями. С родителями, которые не явили правильный пример детям. Это раскаяние. Это покаяние. Это попросить прощения. Это открытое признание того, что я не поступил по любви Агапы. Это просто. Просто попросить прощения. У того, кого это коснулось и кого это могло ввести в смущение. Попросить у того, кого могло это ввести в заблуждение. Но это одновременно и тяжело. Точно так же, как тяжело, как и взрослому родителю попросить прощения у своих детей. ведь я родитель. Я же их должен воспитывать. Я должен их направлять. Если я буду просить у них прощения, если я буду признавать свои ошибки перед ним, я потеряю свой авторитет. Меня не будут больше слушаться. Из собственного опыта могу поделиться, что когда просишь прощения у своих детей, приобретаешь больше уважения с их стороны. Это кажется, что наоборот тебя будет меньше уважать. Ты боишься, что они перестанут слушаться. Но происходит ровно наоборот, когда ты честно открыто признаешься. Не пытаясь дать какое-то оправдание себе. Потому что очень легко дать детям оправдание. Нам с мамой нужно было серьезно поговорить. Нам нужно было разрешить серьезную проблему. мы все равно друг друга любим. У детей это отложится вот так. Можно кричать друг на друга. Называть друг друга непонятными словами. Если серьезно надо поговорить. если есть какая-то проблема. Я могу любить, но одновременно оскорблять. Если мы будем давать какое-то оправдание своим неправильным поступкам. Мы учим своих детей просить прощения, не так ли? мы говорим скажи sorry. Но если мы сами так не поступаем, лицемерие, самый лучший способ показать это на собственном примере. Смогу ли я честно признаться без всяких отговорок и сказать вчера, позавчера, на прошлой неделе, последний раз, когда мы встречались, я поступил по человеческой любви. Я не явил тебе любовь агапе. Моя душа взяла надо мной вверх. То, что я сказал или как я сказал, это был результат моих эмоций. Я не проявил к тебе любви агапе. Прости меня, пожалуйста, потому что я недолго терпел. Я искал своего. Я не надеялся на лучшее. Я не покрыл любовью агапе. Мы много раз читали 1 Коринф 13. Может быть мы сегодня услышим эти слова чуть-чуть глубже. Любовь агапе долготерпит. Милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Не радуется неправде. А сорадуется истине. Все покрывает. Всему верит. Всему надеется. Все переносит. Любовь агапе никогда не перестает. Любовь агапе никогда не поставит себя на первое место. У любви агапы на первом месте Бог. Возлюби Господа Бога Твоего прежде всего. У любви агапы на втором месте ближней у любви агапы на третьем месте на последнем месте я. Вы когда-нибудь в Библии читали где сказано если вы радуетесь вокруг вас должны радоваться. Если вы плачете вокруг вас должны плакать. Там написано ровно наоборот. потому что ударение идет не на человека. Потому что любовь агапы делает ударение не на себя. А на того, кто рядом. Римлянам 12.15 Родуйтесь с радующимися. Плачьте с плачущими. Истинная любовь ставит состояние ближнего человека приоритетом выше чем состояние свое. И только человек наполненный любовью агапы подающий пример другим сможет честно и открыто раскаяться. Попросить прощения потому что состояние ближнего человека для него гораздо важнее ближнего, который может быть растерян может быть ранен может быть смущен моим примером его состояние гораздо важнее чем мое собственное состояние чем мой покой чем мой авторитет и так я надеюсь что у вас была сегодня возможность задуматься какой пример я подаю и могут ли с меня взять к подожди 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 Субтитры создавал DimaTorzok